Кирпичи, пустые бутылки и шприцы. Вот такой набор мусора украшает пейзаж берега Аби в микрорайоне Восточный. Вишенкой на торте стали завалы строительные глины. Когда наша съемочная группа приехала выяснить, откуда взялась эта свалка, оказалось, что это место – частная собственность. Но у владельца нет денег огородить территорию, а свозят мусор сами жители, когда хозяин не видят. Это фигня все это. Это временная глина, она уйдет на стройку снова, уедет. Нет, а вон там бутылки, там какая-то грязь. Так они поросята, вот возят сюда все сами же, вот жители, это все вранье. Это моя частная, моя территория, вот так отгоражу и ничего не будет. Но местные даже не знают о том, что эта территория кому-то принадлежит. При этом, говорят барнаульцы, они сами уже давно не сбрасывают туда мусор. Раньше там вообще была очень, вообще большая, огромная свалка. То есть вообще все возили туда. Потом эту территорию убрали, все это, все вылезли, все этот мусор, все. Как бы убрали все. А сейчас даже не знаю, не видела ни разу, чтобы там кто-то выбрасывал. Мы попытались узнать, кто контролирует стихийные свалки и какое наказание ждет организаторов этих мусорок. Нас направили в Росприроднадзор, а там ответили, что нужно писать официальную жалобу. Вы напишите обращение на имя нашего руководителя. В течение 30 дней будет рассмотрено, а вам будет ответ дан. Мы оставили заявку на сайте ведомства с просьбой разобраться в ситуации. Примерно через месяц ждем результат. Тогда же и узнаем, действительно ли территория принадлежит частному предприятию или же она ничья. Но пока так называемый хозяин берега облагораживает его своими силами. Официальный владелец этой территории утверждает, что на данный момент у него нет денег, чтобы вывезти весь строительный мусор, который, по его словам, привезли сюда сами жители микрорайона Восточный. Однако он пообещал нам, что в ближайшее время сделает здесь насыпь и прикроет эту свалку, а также поставит заграждение от зачинщиков беспорядка. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.